23 декабря. Первому народному артисту СССР в жанре оперетты Михаилу Водяному исполнилось бы 90 лет. С его именем связана целая эпоха в отечественной музыкальной комедии, мюзикле и кинематографии. Мишка Япончик, Яшка Буксир, Папандопула и еще более сотни колоритных персонажей. Имя этого великого артиста навсегда связано с нашим городом. Король Одесской оперетты Михаил Водяной в списке самых известных одесситов, рядом с Утесовым и Жванецким, хотя родился не в Одессе, а в Харькове. Сначала Михаил играл в самодеятельности, окончив школу, отправился в Ленинград учиться в театральном институте. В 1943 году состоялся его дебют в Пятигорском театре музыкальной комедии. Затем его пригласили во Львовский мюзик-холл, а позже в открывшийся там же театр оперетты, который и переехал в Одессу. Так в нашем городе появился замечательный артист Михаил Григорьевич Водяной. С его именем связана целая эпоха в отечественной музыкальной комедии, мюзикле и кинематографии. Мишка Япончик, Яшка Буксир, Папандопула и еще более сотни колоритных персонажей. На морском песочке я Марусю встретил, в розовых чулочках талия в корсетти. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, в розовых чулочках, да-да-да-да, да-да-да-да, эх, талия в корсетти. Прежде чем появиться на экране, актер много лет играл Папандопула на театральной сцене. А всесоюзная слава пришла к Михаилу Григорьевичу после фильма «Белая акация» в 1958 году, поставленного по одноименной оперете Исаака Дунаевского. «Белая акация» на многие годы стала творческой эмблемой театра, а для Водянова роль Яшки Буксира – своеобразным посвящением в Одесситы. Но поверьте, я для вас бы сделать мог, то, чего не смог бы сделать, даже и Бог. Вам в ходе только приказать, пожалуйста, я все для вас готов достать, пожалуйста, в любой готов принять. Я плавал в кино, на танцах, ресторанах, пожалуйста, скорее прошу тебя дать ответ, пожалуйста. За 40 лет работы в театре Михаил Водяной сыграл порядка 150 ролей, еще с десяток в кино. Одна из самых ярких – Мишка Япончик в спектакле «На рассвете» и в кинофильме «Эскадра уходит на запад». «Черный фраер, черный фраер меня не обманит, у меня ведь такая душа, и если кто, если кто на пути моем станет, придавлю как букашу и шаг». В 1976 году Михаил Водяной стал народным артистом, первым в жанре оперетты, а спустя три года возглавил родной театр. Именно в эти годы состоялась первая встреча. Тогда выпускницы училища имени Гнесиных, а ныне заслуженной артистки Украины Тамары Тищенко с Михаилом Водяным. У нас были дипломные спектакли, как бы ярмарка актеров, приезжали все режиссеры и приглашали нас в театр. И также в их числе приехал Михаил Григорьевич Водяной и Маргарита Ивановна Демина. Вот, и они подошли ко мне, и так, знаете, с таким одесским акцентом, и с такой лукалинкой он улыбался, и мне говорит, «Хотите жить у моря?» Несмотря на возможность работать в московском драмтеатре, Тамара согласилась на предложение Водянова и никогда об этом не жалела. Первое, что ей показал по приезду в Одессу Михаил Водяной – это строящийся театр музыкальной комедии. Если бы вы только видели, как он показывал нам сцену, как он показывал нам, что вот здесь будет оркестровая яма, как вот, знаете, с таким трепетом, с таким, боже мой, вот как к ребенку, он просто лелеял эту мысль, чтобы быстрее работать в этом здании. Михаил Григорьевич много сделал для развития Одесского театра музыкальной комедии, где он работал не только актером, но и занимал сразу две должности – художественного руководителя и директора театра. Именно благодаря его имени, энергии и авторитету у театра появилось новое здание. В настоящее время театр музыкальной комедии является самой крупной и наиболее оснащенной сценической площадкой Одессы. Современное здание театра может вместить 1300 зрителей. Здесь проходят наиболее яркие культурные события города, выступают звезды зарубежной и отечественной сцены. А сами хозяева театра полны творческих сил, ставят перед собой новые задачи, экспериментируют и стремятся передать свою любовь, оптимизм, жизненную энергию зрителям. Наверное, именно о таком театре мечтал Михаил Водяной, заботясь о его насыщении и техническом, и творческом. С не меньшим трепетом и заботой он относился к артистам. Он настолько был мягким человеком по отношению к актерам. Я никогда, вот сколько мы работали, я никогда не слышала, чтобы он повышал голос. И был очень-очень трепетным по отношению к актерам. Он очень многим выбил квартиры. До сих пор на одесской сцене о Водяном ходят легенды, о его простоте в общении, об удивительной способности совмещать актерский и, как здесь говорят, человеческий талант. Этот человек безграничного обаяния, настолько он мягкий, насколько он, это человек, который настолько готовился к своей роли, он приходил на спектакль, и уже было видно, что за полтора часа до начала спектакля он уже был в гриме, он уже был в костюме, и то есть к нему уже не подойдешь. Сложнейшие роли он преподносил очень просто. Но при этом работа над ролью велась колоссальная. Каждый спектакль с его участием становился праздником для театра. Многие старались понять, в чем секрет власти артиста над зрителем. Михаил Григорьевич воздействовал на публику словно гипнотизер. Когда выходил он на сцену, самые его первые шаги, он спускался по лестнице и говорил «Мое почтение». То есть зритель был полностью в его объятиях. К сожалению, у Михаила Водянова не было детей. Но остались его замечательные роли, верные поклонники, любовь и уважение коллег. Имя Михаила Водянова носит Одесский театр музыкальной комедии. В его честь создан и идет спектакль «Бал в честь короля» – сцены из наиболее известных постановок, в которых он блистал. К 90-летию великого артиста в фойе театра была открыта выставка фотографий и костюмов из разных ролей. Были представлены разные вещицы, статуэтки, призы, которые стояли на его столе, и даже диван. А в переполненном зале мускомедии, когда звучал в записи голос самого короля Аперетты, зрители не переставали надеяться на чудо. Вдруг сейчас он сам выйдет на сцену. Как-то известного драматурга Алексея Арбузова, когда он отдыхал в Одессе, пригласили на спектакль музыкальной комедии, поставленный по его пьесе «В этом милом старом доме». Главную роль играл Михаил Водяной. Да-да, король Аперетты и вдруг серьезную драматическую роль. Арбузов заявил «Не пойду». Его чуть ли не силой пытались затащить в театр, затем чуть ли не силой пытались увезти. Потому что после спектакля он не отходил от Водяного и все время повторял «Вы не явление, вы настоящее театральное чудо». Водяной давно стал гордостью Одессы. Местные жители с готовностью покажут вам дом, где он родился, и школу, где учился. Но несмотря на то, что он говорит идеально фразу «Что такое?» только так, как говорят в Одессе, на самом деле родился он в Харькове. Именно здесь сделал первые шаги. Именно здесь впервые попал в театр. И еще не знаю, что вскоре он станет его кумиром. Совсем маленьким мальчиком я любил ходить по улицам Харькова, внимательно разглядывая все, что попадалось на пути. А потом находил доброго дядю или тетю, называл свой адрес и фамилию. А это я знал с двух лет, и меня приводили домой. Когда мама укладывала меня спать, я делился впечатлениями. И никак не мог понять, почему мама не разделяет моих восторгов. Харьков, Харьков. Харьков в конце 20-х и начало 30-х годов. Михаил Водяной на всю жизнь сохранил воспоминания о любимом городе детства, хотя и прожил здесь до 17 лет. Это позже он станет блистательным актером. Хотя именно здесь ему уже пророчили славу. Существует даже одна харьковская легенда. Она была такова. Маленький Миша любил ходить в церковь, которая находилась недалеко от дома. Однажды он задержался там допоздна. И когда родители в поисках сына подошли к церковным воротам, навстречу им вышел служитель. Держа за руку их малыша, он сказал, «Запомните, ваш малыш станет знаменитым артистом». Отцу пророчество не понравилось. Да, в семье не без урода. Старший вон два института закончил, а у этого все драмкружки да переодевания в голове. Но несмотря на недовольство отца, Водяному все-таки суждено было стать известным артистом. Поразительная все-таки штука – актерский талант. Водяной не был красавцем, не обладал выдающимися вокальными данными, да и дикция у него заметно хромала, но публика его знаменитое пришептывание воспринимала как фирменный говор одессита. И плененная магнетическим обаянием артиста, каждое его появление на сцене встречала неизменной овации. Конечно же, театралы безумно его любят, и он действительно звезда музыкального театра. Совершенно нетипичная внешность Водянова и совершенно феерически он вообще ни в какую амплуа не вписывается в Водянову. Но до того, как стать звездой опереты, Водянову пришлось сменить несколько театральных сцен – Пятигорск, Львов и, наконец, Одесса. Спектакли «Поздень серенада» «Моя прекрасная леди», «Белая акация» с его участием сделали одесскую оперету самым популярным музыкальным театром страны, и отношение к легкому жанру стало более серьезным. А как Водяной играл Мишку Япончика, местного авторитета? Между прочим, реальный прототип существовал и жил когда-то в Одессе. Все равно ни одно темное дело в этом городе не проходит без моего ближайшего участия. Как меня объявить? Мишка Япончик всегда сам объявляется. В роли Мишки Япончика Водяной вышел на сцену 500 раз. Цифра, достойная книги рекордов. Он настолько вжился в образ криминального тезки, его манеру говорить, держаться, привычку вытирать растопыренные ладони об одежду, брать на испуг убийственными блатными фразочками, что зритель был в абсолютном восторге. Водянова узнавали таксисты и прохожие. На его спектакле в Москве спрашивали лишний билетик от метро до самого театра. И может быть для него самого театральная сцена была важнее красивого кадра на киноэкране, но именно кинематограф принес ему всесоюзную славу. Вы же понимаете роль кино в судьбе театрального артиста. Сначала кино воспринималось просто как заработок дополнительный, и к нему вообще очень пренебрежительно относились. Вот, впоследствии с усилением массового влияния кинематографа артисты стали понимать, что один раз ты покажешься на экране, у тебя есть шанс остаться в истории. Вот судьба Водянова примерно такая. Мы вас будем снимать. Спасибо, меня уже сняли. Кинодебют Михаила Водянова состоялся после выхода на экраны фильма-спектакля «Белая акация». Со временем будет эпизодическая роль в лирической комедии Марка Захарова «12 стульев», съемки в опасном возрасте и других картинах. Но это были вовсе не судьбоносные роли в кинематографе. В 1967 году состоялась премьера музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке». Реакция переполненного кинозала была ошеломляющей. Зрители смеялись до слез. А когда шли финальные титры, зал буквально взорвался аплодисментами. «Свадьба в Малиновке» была обречена на успех. Прежде всего, благодаря блистательному созвездию актеров. Однако абсолютным лидером по количеству зрительских симпатий стал исполнитель роли Папандупола, актер Одесского театра «Опереты» Михаил Водяной. Он огромное число спектаклей сыграл в «Оперете». Но знают его, потому что массовая аудитория 70-х годов, в 70-х годах кинематограф стал наиболее массовым видом искусства. Знают его как раз по этому хит. «На морском песочке я Марусю встретил». Реплики Папандупола мгновенно стали афоризмами. «Что-то мне не нравится здесь не режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера». «Это ж мой гардеробчик». «Убери ножичек, сделаешь дырку, потом не запломбируешь». «Нажми на клавиши, продай товар». «И что я в тебя такой влюбленный?» Всем запомнился его экраны Папандупола. Озорной и бесшабашный. Но в глазах этого бандитского приживала и шута, порой вдруг проглядывала что-то грустное и беззащитное. Ведь за смехом так часто скрывается большая грусть. Причины для грусти у Михаила Водянова действительно были. Несмотря на то, что новое здание Одесского театра «Опереты», которое носит сегодня его имя, исключительно его заслуга. То, что он стал первым артистом «Опереты», удостоившимся звания народного. Все же от злобных интриг его не спасла ни бешеная популярность, ненародная любовь. Анонимки сделали свое дело. Его сняли с поста худрука. Жизнерадостные коллеги кричали «Даешь театр без Водянова?» Они, наверное, хорошо усвоили сталинский тезис «Незаменимых нет». И хоть никто толком не знал, за что уволили Водянова, от него отвернулись всех. На всякий случай. И за что я был в тебе такой влюбленный? Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Когда Водянова не стало, все поняли, что незаменимые у нас все-таки есть. Приезжавшие люди в Одессу, еще не зная о смерти Водянова, просили билет на любой спектакль, лишь бы на Водянова. И Одесский театр спустя время после смерти все-таки счел почтить память своего корифея. И был создан спектакль «Бал. Честь короля». В спектакль вошли отрывки из его ролей, в записи звучал голос мастера, а на сцену выходила его жена и бессменная партнерша по сцене Маргарита Демина. Она умерла в феврале 1999 года. Ее нашли сидящей перед портретом мужа. В последние годы она жила очень бедно, но не продала ни одной вещи, принадлежащей Михаилу. Теперь они достояние музея. И даже если бы не было ни спектакля, ни музея, нам трудно забыть Водянова. И сложно найти такого человека в Украине, и в частности в Харькове, который не лубнется в ответ на сакраментальную фразу «И шо это я в тебя такой влюбленный?» Водяной, мы все знаем, что у него был небольшой этап Харьковской жизни, и театр-атериеты Харьковские, в общем-то, один из домов его родных, потому что его выпестовал. Но мы знаем, что во всем мире его воспринимают как одессита. Вот. Блистательный актер. И вообще школа музыкального театра, и вообще театральная Харьковская школа очень мощная. Еще с 30-х годов, когда здесь был сформирован театральный институт, и, собственно, линия музыкальная, соединение театра с музыкой, она отчасти хайковская. Вот. Хотя, повторяю, отчасти Одесса тоже претендует на эту роль. Отчасти школа музыкального театра имеет свое отношение к Харькову. Отчасти блестательный актер Михаил Водяной вошел в историю нашего города. И пусть на самом деле это был только небольшой фрагмент биографии знаменитого артиста, Харьков навсегда оставался для него особым местом. Ведь не было и года, чтобы некоронованный король опереты не приехал в Харьков и не привез с собой все побеждающий смех. Мы долго были в плавании, мы долго шли сюда, Хлестала нас беда, крестила нас вода, Но все чужие гавани, чужие города На сердце не оставили следа. Позвольте мне побыть вдвоем с Одессой, Мне надо ей так много рассказать. Опять иду по лестнице воспетаю, А эскалатор оставляю в стороне. И весь пульвар одним большим букетом Одесса, милая, протягивает мне. Ее походка так знакома и легка, Ее улыбка так понятна, Не зря уучила море моряка, Одесса будет ждать наверняка. Зову Одессу мамою во всех земных краях, На всех материках, на разных языках, А мне Одесса девочка с издевочкой в глазах, И с песенкой забытой на губах. Мы долго с ней бродили в гости моря, Я столько ей тогда наговорил. Опять иду по лестнице воспетаю, А эскалатор оставляю в стороне. И весь пульвар одним большим букетом Одесса, милая, протягивает мне. Ее походка так знакома и легка, Ее улыбка так понятна, Не зря уучила море моряка, Одесса будет ждать наверняка. Отхода срок назначенный Отъявит капитан, И вахта по местам, И волны по бортам, И пусть меня бродячего Простит большой фонтан За то, что он все тут, А я все там. Вы думаете, я живу в Одессе? Нет, это ведь она во мне живет. Опять иду по лестнице посветаю, А эскалатор оставляю в стороне. И весь пульвар одним большим букетом Одесса, милая, протягивает мне. Ее походка так знакома и легка, Ее улыбка так понятна, Не зря уучила море моряка, Одесса будет ждать наверняка. Одесса будет ждать наверняка. Одесса будет ждать наверняка. Посмотрите, ветер сучий на говядина, Ну и что же? Водождь пойдет течет, Да возможно. Значит, многое бывает По причине незаметящей осна. Безусловно, кое-что, хоть и немного, С той поры, как существует белый свет, До сих пор зависит полностью от Бога, Несмотря на то, что Бога нет. Но поверьте, я для вас бы сделать мог, То, чего не смог бы сделать даже Бог. Вам стоит только приказать, пожалуйста, Я все для вас готов достать, пожалуйста, Любой готов принять. Я плавал в кино, на танцы, в ресторан, Пожалуйста, скорее прошу мне дать ответ. Пожалуйста. Не говорите, только нет. Пожалуйста. Но я долго вас попросить, Ну, хоть чуть-чуть кровнее быть. Ничего того, что было, нет в помине. По-серьезному, влюбленный в первый раз. Яша, я не узнаю вас. По причине, в данном случае, зависящей от вас. У меня жених есть. Это несомненно. Он узнает, будет так переживать. Я даю вам лора слова, джентльмена, Что на это дело мне плевать. Я не знаю, что мне делать никак не будет. Жизнь не надо, философский, подходи. Любой исполню я приказ, пожалуйста. Хотите, чтоб я скрылся с глаз, пожалуйста, Чтоб я луну достал с небес, Чтоб я в огонь для вас полез. Пожалуйста, скорее прошу мне дать ответ. Пожалуйста. Не говорите, только нет. Пожалуйста, но я должна вам попросить, Ну, хоть чуть-чуть, ко мне не быть. Серьезнее, пожалуйста. Серьезнее, пожалуйста. Вы зато увидели экватор. Лучше б я пошел в кинотеатр. И за два рубля от силы за три Видит это все в кинотеатре. Прошу. С тобой конфеты взять. Мне не пришло, на умы. Благодарю. Прошу принять от бедного Колумба. Помогите. Умоляю. Я страдаю. Изнываю. Увядаю. Усыхаю. Прокисаю от жары. Вы, совет, не торопитесь, Чем кипеть, как слова. Погуляйте, сладитесь, А его вы старитесь. И старейте, стремитесь, Так, скажите, плотный пар. Ох, жара. Да жара. Ох, жара. Да жара. 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 Жара, жара. Ох, жара. Жара. До жара До жара Рекомендую каждую улыбку, которая всплывает на лице, считать навес, как золотую рыбку, а выводы последуют в конце. Я не любитель медленного дрейфа, успей урвать, вот мой пароль. Улыбка-ключ от банковского сейфа, лишь улыбнись, и ты король. Лишь улыбнись, и ты король. Лишь улыбнись, мой друг, и ты король. Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Улыбками нельзя за так швыряться, улыбка чек, улыбка за дня. Ты хочешь жить, учись ты улыбаться, мой юный друг, бери пример с меня. И чтобы жизнь устроить без ошибок, сумей сыграть свою ты роль. Имея набор отмычек и улыбок, так улыбнись, и ты король. Так улыбнись, и ты король. Так улыбнись, мой друг, и ты король. Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Теперь я перейду к иллюстрации. Ведь ты, живя в столице, Одесскую прописку свою не позабыль. Без чина дипломата, Без консульского штата, Ты консулом Одессы Всегда в столице был. Давно ты вышел на орбиту, Нелегок славит твой полет. Но если трудно Одесситам, Земляк по телевидению споем. Ты же Одессит, Леня, А это значит, Что не страшны тебе ни беды, ни года. Ведь ты артист, Леня. Именно так и поступают все пародисты Советского Союза. Терять не должен бодрость слуха никогда.